Видеообращение к министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко. Вы недавно были в Воронежской области и вам показали лучшие поликлиники. Но существуют и очень ужасные медицинские учреждения. Например, Новохоперская центральная районная больница и Принеполиклиника, в которой не соблюдается график работы поликлиники. Терапевты работают за двоих-троих человек до 12 часов на приеме. Узкие специалисты отсутствуют. Дневного стационара в городе Новохоперск нет. На станции скорой помощи дежурных врачей часто не бывает. Что говорит об отратительной работе руководителя. Специализированную медицинскую помощь на скорой помощи оказать в течение 40-60 минут не в состоянии. Согласно пункту 7.11 постановления правительства Воронежской области от 28 декабря 2022 года номер 988. При экстремном обращении в лечение лично мне, инвалиду Владимиру Владимировичу, отказывать систематически, ссылаясь на то, что им все можно и у них свои законы. При обращении с травмой ноги в январе 2023 года полноценным лечением мне отказали. В воскресенье 3 сентября 2023 года я, инвалид Владимир Владимирович, обратился по скорой в городе Новохоперск с химическим ожогом глаза. Специалиста врачей не оказалось. На скорую отвезли в областную глазную больницу, где были данные рекомендации по амбулаторному лечению на 7 дней и необходимость открытия больничного листа на период лечения. Необходимую консультацию и осмотр профильным врачом произошло только в 17.36. То есть время ожидания экстренной медицинской помощи более 5 часов, что дало осложнение. В понедельник 4 сентября 2023 года в 7.30 вызвал врача на дом, в 10.30 позвонили из поликлиники, почему-то моей маме, и сообщили, что ко мне врач на дом не приедет. То есть мне отказали в вызове врача на дом. В поликлинике отказываются лечить согласно рекомендациям областной больницы. В поликлинике отказали оформлять лестную трудоспособность на весь период лечения, то есть с 3 сентября по 11 сентября 2023 год. Лестные трудоспособности выдали только по 5 сентября с выпиской, в которой указали о необходимости мне самостоятельно ехать в другой город, в районную поликлинику. Более 250 километров. Медицинский транспорт не предоставили. Я не в состоянии добраться до другой поликлиники в другом городе. Поведение председателя врачебной комиссии Мохотиной Людмилы Васильевны пренебрежительно хамское. Главный врач района ЦРБ Списисов Владимир Николаевич оказать содействие решение вопроса в правовом поле отказался. Прошу принять меры председателя врачебной комиссии Мохотиной Людмилы Васильевны, принять меры главному врачу Новохоперской ЦРБ Списисову Владимиру Николаевичу, проверить штатные расписания Новохоперской ЦРБ и поликлиники Новохоперской ЦРБ, проверить всю административно-хозяйственную деятельность Новохоперской ЦРБ и поликлиники Новохоперской ЦРБ, предоставит медицинский вертолет для транспортировки граждан в экстренных случаях к областным врачам.